ну что пошла у нас запись здравствуйте вновь мы с вами встречаемся уважаемые коллеги профессиональные дайверы именно профессиональные потому что я думаю это видео будет не настолько актуально для подводных охотников ну а для любителей я думаю что оно тоже будет в принципе интересно потому что ну во первых каждый любитель когда-нибудь захочет стать профессионалом вот ну а в наших водах российских погружаясь в общем то рано или поздно приходишь к тому что нужно обзаводиться сухим костюмом именно сегодня мне бы хотелось поговорить об этих костюмах задронуть несколько некоторые аспекты эксплуатации ремонта и герметизации костюмов вот но скажу откровенно я особо не готовился к этому видео но его сделать меня попросили мои коллеги вот для того чтобы ну как бы актуально отвечать на некоторые вопросы вот я взял то что у нас кажется было под рукой вот то что принесено в ремонт было списано и мы сегодня вот о некоторых этих аспектах герметизации ремонта с вами поговорим вот чего бы мне хотелось начать ну вы знаете что при температуре воды ниже 14 градусов все системы рекреационного дайвинга рекомендуют переходить на погружение сухих гидрокостюмов ну понятно почему то есть мы не будем касаться аспекта физики тут физиологии вот что касается профессиональных работ когда ныряльщику профессиональному приходится под водой проводить длительное время тут вопрос сухого костюма как бы вообще не обсуждается вот наш регион дальневосточный он конечно востребован у дайверов то есть плане там рекреационных погружений ну а работы профессиональные вы знаете идутся по всем акваториям нашей необъятной родины поэтому вопрос некоторые вопросы после гидрокостюма будут наверно актуальны интересны для многих вот что с чего бы я хотел бы начать значит вот в данном случае данном случае первое хотелось бы обратить на что внимание это вопрос герметизации и комфортного одевания гидрокостюма точнее как его комфортной герметизации вот а значит как вы знаете что два места по которым происходит герметизация сухого костюма по телу это шея и манжеты вот полностью герметизация костюма осуществляется с помощью герметичной молнии которая располагается в конфигурации различных костюмах по разному вот я не буду делать опять же рекламы или ругать какие-то модели вот не буду называть марки и буду стараться но этого избегать постоянно чтобы быть объективным вот во всех вопросах касающих сегодняшнего видео вот но вот в данном случае вот здесь вот передо мной костюм из компрессионного неопрена вот когда-то на этом костюме стояли латексные манжеты вот сейчас вот как раз о латексе я хотел бы поговорить сам по себе латекс и манжеты из него достаточно недороги вот второй плюс латекса при высокой эластичности при высокой эластичности он позволяет производить очень комфортную мощную оттюрацию вот вне зависимости от размера руки здесь видно да на примере что он плотно облегает манжет исключает протечку вот а его высокой эластичность самого латекса позволяет производить герметизацию по манжетам с очень высоким так скажем диапазоном диаметра конечности вот это конечно безусловно очень удобно на некоторых манжетах вот имеются вот такие вот колечки вот они идут от большего диаметра к меньшему ну наверно все знают что эти колечки необходимы для подрезания латекса случае если манжет производит очень сильную герметизацию и обжатие то есть рука перетекает кровоснабжение нарушается и такое уплотнение становится со временем под водой некомфортно вот такая подрезка она безусловно имеет смысл потому что можно под себя уже в процессе эксплуатации манжет подогнать точно такая же подрезка производится и по шее вот там тоже такие же есть колечки но у меня сейчас шейки не вот она отсутствует вот но вот здесь вот я хотел бы подойти к такому вопросу при такой обрезке даже если это делается с высоким навыком хорошими ножницами хорошим инструментом такая обрезка она все равно невозможно без так называемых пропусков или отступление ну вот здесь вот видно что по краю при обрезке в некоторых местах сохранить сохранилась волнивость но я конечно не прикладывал каких-то стараний сделал это все достаточно быстро вот но со временем эти вот заусенцы и прочее они могут привести к очень неприятным последствиям вообще вот при всех так скажем положительных характеристиках характеристиках латекса у него есть очень неприятные минусы но если вы знаете будет накол накол допустим ну распушенная prядей троса да вот манже да то есть это легко очень проколоть латекс но можно сказать что неоплел тоже прокалывается но вместе прокола у латекса сразу образуется зона повышенной опасности то есть есть его дальше начинать тянуть в этом месте прокола вот он начинает тянуться и достаточно легко разрывается вот причем этот прокол его можно не заметить сразу и вот этот вот латексный разрыв латексный разрыв он уже будет для вас сюрпризом в момент одевания костюма то есть вы приехали на край земли нырять погружаться вот в интересное место или выполнять какую-то работу одеваете свой латексный манжетик и у вас вот такой вот сюрприз вот заклеить латекс сохранением его эластичности и сохранением контакта с латкой достаточно сложно то есть в дальнейшем порыв будет происходить вновь и вновь ну и потом такой разрыв он в общем-то фактически на сто процентов выводит манжет из строя его надо переклеивать что мы чем в принципе иногда занимаемся так вот второй минус латексного манжета это его быстрая холодопроницаемость скажем так ну кто работал статике с инструментом с подводным знает что при длительном пребывании в воде руки как основной наш инструмент при проведении работ должны быть в рабочем состоянии поэтому значительно охлаждение рук фактически приводит на нет все вопросы связаны с работой вы можете возразить сказать да есть перчатки да если кольца вот есть на манжетах делаются дополнительно обтюрирующие значит рукавчики из неопрена все это понятно но туда вода ледяная все равно проницает то есть никак этого не избежать конечно стоимость низкая манжет и вот новые инновации которые сейчас введены для замены латексных ладжет с помощью колец это конечно очень здорово вот и вот этот вот вопрос низкой цены быстрой заменяемости но вот такого же неожиданного так скажем момента с порывом он будет все время над дайверами висеть поэтому дайверы многие профессиональные прибегают следующему ну вот в данном случае здесь дайвер не стал дожидаться когда его латексный манжет так скажем изготовит ему сюрприз он произвел замену латексного манжета на неопрен но на вид это сделано видите достаточно качественно аккуратно вот манжет проработал очень длительное время но примерно два с половиной года проработал причем именно вот этот костюм он использовался профессиональным водолазом вот ну не на тяжелых работах но на достаточно активно то есть человек в нем нырял вот и тем не менее вот вы видите да ну здесь вот степень какая-то износа есть неопрена отслоилась основа но ремонтно пригодность такого манжета она очень высокая то есть ее можно отремонтировать условиях так скажем полевых и он еще будет какое-то время работать достаточно комфортно то есть неопренным неопренным клеем это можно все сделать что касается латексного манжета но я уже говорил что малейший прокол прорыв вот все это приводит к разломачиванию порыву и потом заклеить это ну будет крайне крайне сложно поэтому опережая события многие дайверы но я вас уверяю что нисколько не заливаю я был на некоторых заводах которые делают гидрокостюмы с латексным манжетами вот по просьбе некоторых водолазов значит костюмы делаются сразу с неопренными манжетами вот следующий момент который очень значит здесь уже латексного как вы видите шейного обтюрирующего кольца нет здесь тоже человек позаботился заранее и сюда же в костюм вогнал уже неопреновый шейный обтюратор здесь он вклеен очень тоже комфортно аккуратно сохранением манжеты вот пришлось немного помучиться здесь конечно с этим вопросом но тем не менее опять же говорю вот этот неопреновый обтюратор отработал порядка трех сезонов и тем не менее костюм этот все равно вышел из строек в чем причина я расскажу чуть позже вот сейчас закончу с этой шейной манжетой но если почитать мануалы по подготовке дайверов рекреационных в сухих костюмах там есть такой момент не знаю сейчас сохранился он а может быть его он был просто удален что вот эта шейная обтюрирующая манжета она должна сжимать шею не более чем на 15 процентов вот почему я об этом упоминаю почему говорю потому что здесь если бы была латексная манжета да с узким вот таким вот ходом который нужно было бы отрезать подрезать вот то подрезка шеи в итоге неаккуратно она опять же привела к тому бы результату что есть на рукавником то есть произошел бы разрыв вот поэтому ну скажем так производители продолжают латекс активно применять ремонтные мастерские начиная продолжают активно латекс менять на неопрен вот процедура замены латекса на неопрен в общем то ну скажем так не дешевая потому что вот именно сюда вот в эти места нужно ставить неопрен очень высокого качества здесь тайвань или китай не подойдет лучше всего работает япония и мамото вот россии вот такие известные компании которые достаточно хорошо себя зарекомендовали на рынке неопрена вот экономить здесь не приходится то есть эти части шея и манжеты являются важным фактором вот именно в обтюрации сухого костюма и комфортного пребывания под водой но представляете да что будет с дайвером если он будет постоянно мокрый под водой в ледяной воде вот вы хотите эту воду сливать вот здесь вот видно на втором манжете что нижняя часть манжета уже при работе грунт а поверхности она тоже износилась но она еще сохраняет свое рабочее состояние то есть манжет еще продолжает работать естественно прокол такого манжета даже допустим в нескольких местах тросом да остальным распушеным или раковиной он только приводит к разрезанию поверхности я говорю после того как проколы были видно что неопрен продолжает выполнять свои функции вот это вот для профессионалов очень актуально что касается здесь шейки но здесь я говорю опять же в клиент неопрен этот неопрен очень хорошо работает замечательно себя ведет человек три сезона отнырял ничего с костюма не случилось все великолепно все хорошо но опять же греющая составляющая неопрена она намного выше намного выше вот чем латикса потому что теплопередача понятно через спененную резину или через простую идет значительно что медленнее вот это очень важно то есть комфорт под водой тепло сухость и герметичность это очень важный фактор для работающих сухих костюмах вот ну так что же все-таки костюм вывела из строя вот ну тут мы переходим к третьему так скажем элементу герметизации это гидромолния хочу заметить сразу что на этом костюме гидромолния уже переставлялась вот здесь вот на этих моделях гидрокостюмов которые здесь указаны вот на этом видео вот здесь раньше стояла гидромолния марки 8 то есть это молния бдм 8 толщиной 8 миллиметров но человек захотел профессиональную молнию вот он не пожалел денег потратился на покупку этой молнии профессионально бдм 12 и он эту молнию поставил тоже аккуратно ему поставили все сделали в клее все великолепно но итог молния проработала три сезона и к сожалению ни один производитель молний на них гарантии больше полутора лет не дает вот но вот чего такие вот вещи на гидромолниях происходят вот здесь вот видно хорошо вот причин не основная причина основная причина это перелом когда молния на костюме расстегнута вы знаете что костюм нужно хранить расстегнутой молнией вот если молния уже достаточно по эксплуатировалась достаточно незначительного пережатия пережатие молнии вот для того чтобы произошел разрыв центральной скрепляющей зубчиков вот здесь вот хорошо видно на видео произошел разрыв этой молнии уже все равно пришел конец я еще раз продемонстрирую то есть незначительное пережимание вот но я не могу передать вот это чувство которое сейчас четко ощущаю при разрыве молнии то есть человек где-то собрался в спешке промерз костюм сложил свернул неправильно засунул в автомобиль бросил где-то на него что-то упало в процессе транспортировки все молнии пришел конец вот но молния если была бы новая она конечно послужила бы может быть дольше и не так быстро бы сломалась но еще моменты вот связан но видите уже здесь замок подклинивает в этом месте не застегивается хотя даже при той работе которую человек делал достаточно тяжелых условиях три сезона я считаю это хороший срок для такой молнии даже для 12 сезона некоторые могут говорить что там у нас молнии работают по 6 лет кто-то говорит по 8 лет я скажу и уверяю что это скорее всего исключение чем так сказать особенностью эксплуатации следующий момент из-за чего молнии часто выходят из строя это то что вины начинают течь это то что собачка вот этого возвратно она закрывающая она постоянно у человека находится в последнем положении и в процессе хранения знаете что костюм нужно хранить обязательно расстегнутой молнии вот здесь вот вместе вместе и так сказать последнего места сопорного вот именно в этом месте тоже происходит под окисление зубчиков и для молнии характерно начало протечек именно вот вместе вот здесь вот хранение некоторые избегают этой проблемой и процессе хранения молнию передвигают это правильно собачку лучше не оставлять в одном месте следующий момент когда молния тоже часто ломается именно в этом месте это в момент снимания это человек допустим не до конца молнию расстегнул начинает ее себя стягивать но здесь она достаточно скользит но если допустим резко где-то он повернулся она может у основания зубчики у основания собачки вот это бегунка здесь тоже сломаться в общем а молния это тоже такой сюрприз но как говорится деваться некуда молнии работают сейчас их совершенствуют но звонки звонки очень частые звонки с просьбой произвести замену молнии ремонт они продолжают звучать но мы стараемся как бы с молнией дело не иметь потому что сама молния вещь достаточно дорогая вот вклейка и и на заводе в гидрокостюм производится не когда костюм готов а только когда он подготавливается к эксплуатации то есть вот этот шов он не соединен манжет раскрыт и молния получается в костюм вклеивается в плоскую поверхность вклеивается а потом прошивается швом вот здесь вот видно вот этот шов который по которому молния была вклеена и прошита то есть чтобы сейчас нам молнию заменить нам необходимо будет распустить шок вырезать эту молнию полностью по кругу взять кусок неопрена такого же размера вклеить в нее в него молнию а потом эту молнию поставить в костюм естественно здесь костюм мы уже разложить не можем на плоскую и вклеивание такой длинной ну то есть произведение такой операции она гарантировать не может стопроцентное качество ну при особо конечно условиях сделать это можно следующий момент у некоторых костюмов в процессе вклейки молнии вот здесь вот можно на это обратить внимание видно что молния молния сама подклеена так высоко что ее край заходит под край шейного манжета то есть здесь данной ситуации если мы произведем сейчас вырез мы имеем большую вероятность того что мы подрежем нижний край манжеты здесь нужно это делать с очень высокой аккуратностью поэтому как бы выхода нет молнии нужно эксплуатировать нужно пользоваться специальными значит смазками правильно укладывать костюм не допускать значит таких вот вещей как перелом молнии вот ну может верой и правдой послужить какое-то время но опять же говорю что больше полутора лет гарантий на молнию ни один производитель не дает вот и это тоже большой срок на что молнии бывают ломаются быстрее еще момент конечно это то что было в непосредственно в моей практике вот дважды происходило ну правда это было не на бдм двенадцатых это было на бдм восьмых то есть любительские молнии узкого размера 8 миллиметров что происходило я происходило вот что при сшагивании с борта или с пирса водолаза если он еще перегружен оборудованием с собой что-то несет вот высота достаточно прилично там пирса или порта при сшагивании вот и при динамическом ударе обводу в моей практике молнии дважды раскрывались то есть от удара динамического воздуха изнутри молния распускалась то есть понятно что это приводит затоплению естественно весь воздушный пузырь из костюма выходит водолаз теряет плавучесть вот но скажу так а где альтернатива когда гейтонут куры альтернатива это утки альтернатива в другом способе герметизации вот как раз вот наше видео я хотел бы тоже частью посвятить это способ герметизации совершенно для многих многим незнакомым вот но тем не менее он сейчас набирает очень высокую популярность мы на нем остановимся поподробнее вот этот способ герметизации он применяется на целой серии костюмов на целой серии костюмов костюмы изготавливаются в японии вот и тот кто работал на южных курилах на добыче серого ежа с этими костюмами очень хорошо знаком вот что это за способ как происходит герметизация я вам сейчас расскажу и покажу вот но профессиональные водолазы которые работали таких системах как сву-3 наверно помнят наш легендарный гкс внутри вот который с помощью достаточно простого мешка скоттного шнуруется вот оказывается этот вот такой ну скажем совсем примитивный способ он имеет под собой так сказать конкретный такой профессиональный фундамент вот и японцы видимо ну я тут не могу сказать кто у кого это взял вот и как продлил так скажем историю но принцип герметизации этого сухого костюма точно такой же как у нашего кальция 3 причем в некоторых случаях я в своей практике вот эти вот резинки жгутовые от наших гидрокостюмов очень эффективно применял для герметизации вот этих вот сухих гидрокостюмов вот очень это хорошо удобно было делать что это за способ ну во первых здесь я обращаю ваше внимание есть конечно какие такой свои минусы значит здесь костюм у нас 6 половиной миллиметров с покрытием из неполиуретана латекс на эмульсии точно такого матово-черного цвета очень хорошо скользит ничего на нем не обмерзает очень износостойчив вот не цепляется за него не металл вот камень не стирается он мгновенно высыхает при выходе из воды и вот эти вот облитые полуоблитые костюмы они очень высокую популярность сейчас набирают вот я сам непосредственно таких костюмов тоже сейчас смотрите вот что здесь и как делается ну во первых сразу обращаю внимание входное вот этот вот тубус вот он находится на груди гидрокостюма то есть я могу совершенно свободно без чьей-либо помощи в него как залезть так из него и вылезть причем герметизацию я делаю самостоятельно и делаю ее без чьей-либо помощи то есть я могу как произвести герметизацию так и раз герметизироваться самостоятельно то есть это тоже очень комфортно вот в комплекте с костюмом идет вот такая вот резинка жгут вот чтобы ее не терять вот ну да и профессионалы делают следующее вот в данную собачку вставляется серьга из веревки туда вставляется резинка и способом кошачьей лапки затягивается она здесь будет всегда у вас болтаться пусть вы ее не потеряете в момент одевания вы ее легко с собачки снимаете вот и готова у вас уже готова к герметизации как лучше всего производить герметизацию вообще на азиатских вот заводах где костюмы делают и там дайверы ныряют они вообще-то не заморачиваются они делают следующий номер они просто одевают резинку вот производят утяжку вот и говорят все этого достаточно костюм не протечет да действительно он не протекает но на 100 скажем погружений все-таки два-три протекания могут быть вот почему да потому что не всегда вовремя поддувает костюм воздухом во вторых вот этот вот манжет сам он хоть и изготовлен из специального неопрена здесь не идут традиционные сорта вот он все равно подвергается компрессии понятно что на глубине он выжмется вот образуется щель и через эту щель костюмчик начнет подтекать быть мокрым в холодной воде но очень неприятно поэтому уже в процессе эксплуатации костюмов и помяну я так скажем опыт эксплуатации гидрокостюмов сухого типа отечественного производства мы делаем всегда следующее перед герметизации я постараюсь сейчас делать это медленно и понятно перед герметизацией ну я здесь не в костюме но будучи в костюме могу сделать то же самое вот я в первую очередь одеваю резинку на руку чтобы мне было удобно потом ее снять обращаю внимание что один кончик резинки примерно на треть меньше другого кончика то есть я его перетянул специально расположил и делается обязательно следующее первую очередь равняется край манжетов тубуса то есть края должны быть ровными вот затем происходит сборка в гармошку сборка в гармошку хочется делать аккуратно делается сборка в гармошку а затем резинка переносится на манжет причем желательно ее продвинуть максимально дальше вот и здесь утяжку производить поочередно сначала короткой а потом длинной стороной для того чтобы размер соотношения сохранилась уже один к двум один к двум вот после того как произведена первая утяжка видите здесь такой веерок образовался достаточно нежный и красивый вот и здесь нужно производить уже повторную утяжку смотрите как она делается то есть вы берете кончик короткий укладываете в длину берете кончик длинный делаете два-три оборота примерно на расстоянии ладони от места герметизации и производите завязывание уверяю вас никакая сила не даст ему развязаться вот достаточно утянуть можете сделать еще один оборот уже для конкретики резинка легко распускается даже если вы длительное время проведете под водой вот и вот этот вот оставшийся тубус заправляется в манжет и застегивается здесь вот не такими герметичными обыкновенными крепкими молниями собачки изготовлены из нержавеющих материалов латунные вот лучше всего хвостик заправлять на правую сторону чтобы он не находился не поддавливал на сердечную область вот здесь он слева вот немножко некомфортно снижает немножко обзор со стороны вот этого выступа но уверяю вас тут не работал в костюмах быстро к этому привыкает и никаких проблем нет вот какая тут еще удобная функциональность дело в том что вот этот кенгуру карман который здесь образовался туда некоторые дайверы даже кладут грузики